ЖКХ остается одной из самых острых тем, где буквально за каждое слово приходится отвечать. Тему, которую необходимо решать. В телекомпанию «Амурск» обратилась Вера Романова, депутат Совета депутатов по 11-му избирательному округу, по поводу передачи телекомпании АМВ, в которой начальник отдела ЖКХ города Амурска Кирилл Бобров заявил о том, что от жителей города не было ни одного обращения о благоустройстве Амурска. Вчера вечером 26-го числа полдесятого ко мне позвонил активный, достойный человек, я считаю, Иван Платоныч Лебедев. И с обидой сказал мне, что Бобров в репортаже заявил, что жители города не подавали ни одного заявления по благоустройству придомовых территорий. Пожалуйста, Иван Платоныч, скажите сами. Я вчера вечером слушал выступление Кирилла Сергеевича Боброва по поводу благоустройства города. Что меня возмутило, что он в своем выступлении высказался, что от жильцов города не поступило ни одного заявления по поводу благоустройства. Ну как же так не поступило? У меня жена лично написала, я-то постоянно беспокоюсь, хожу по администрациям. И я же тоже написал по поводу контейнерной площадки, что там надо было выстроить. В сентябре месяц, за неделю, за неделю я пригласил управляющую компании Гордейко Елену Дмитриевну и главу Редкина Бориса Петровича. По поводу благоустройства у нас там дороги. Там нельзя было на машине по человеку... Слушайте, какой адрес? По Мира 46В. Водители ко мне человек пять обратились. Иван Платоныч, многие люди, особенно водители, не пойдут голосовать, потому что у нас, смотрите, какая дорога. Вы всех знаете, чтобы нам помогли хотя бы пару машин привезти Аскола и разровнять. Вроде бы обещали, обещали привезти, разровнять, но ничего не было сделано. Но мне, я потом на следующий день сказал ребятам, обещали, что сделают. Ничего не сделано, но мне очень стыдно было. Но как работать, я непонятно. Они не выходя, особенно Харсенко Александр Иванович, работать не выходя из кабинета. Как-то в прошлом году, в начале лета, благоустраивали трубы, там утепляли. Да, не убрали, там очень много мусора было. Я по поводу обратился сразу в администрацию, письменно. Мне приходит ответ. Ответ приходит, что все убрано, все чисто. Но я после этого такой возмутился. Я даже в край написал жилищную инспекцию. Оттуда мое заявление отправили опять в администрацию. Они после этого, только после этого приехали, вроде бы убрали. Но как это так? Как можно старого человека, мне 68 лет, можно так обмануть? Обмануть даже не извинились. Вот мне, я же не враг, я хочу, чтобы порядок был и в городе, и возле дома, везде, кругом. Вот, я беспокоюсь. И всегда вовремя их ставлю известность. Но они просто возмущаются, понимаете? Мне стоит спасибо сказать. Они возмущаются. Но как это так? Я лично не понимаю. Иван Платоныч несколько волнуется. И эту историю по стекловатте до конца. И в роли Харченко в этом деле до конца не сказал. А дело было так. 18 сентября с фотографиями, со всеми данными, в общем, о том, что стекловата убрана, была прислана ему бумажка, но стекловата фактически была на месте. Они убрали тюк, хорошую стекловату, которую оставили работники теплосетей после себя. А стекловата старая, которую они побросали вокруг труб, так и оставалась. Около трубопроводов на склоне горы. Там играли дети, были случаи с трептодермией. И только 7 октября, опять же, по настоянию Ивана Платоныча Лебедева, он подключил в это время меня, и только 7 сентября теплосети начали убирать эту стекловату. В данный момент стекловаты нет. Но дело в том, что товарищ Харченко за эту работу отчитался аж 18 сентября, когда только 7 октября была начата работа по уборке стекловатой. Мне, как депутату, очень неприятно вот это высказывание господина Боброва о том, что нет заявлений по благоустройству жителей города. Я как депутат 11 округа в избирательную кампанию до 18 сентября прошла все дома. И вот он, наказы избирателей на четырех листах. Каждого дома от октябрьского 7 до 46-б были 21 октября переданы господину Редкину. Раз. Потом я веду вот такой список заявлений, поданных на имя депутата, и передаю их в работу тем инстанциям, которые должны этим заниматься. На все почти заявления, на два, вернее, заявления я получила более-менее толковые ответы. Это от Гордейко по 52-му дому 75-я квартира, что она сделает крышу в первом квартале этого года, но крыша не сделана до сих пор. Над ее квартирой. 75-я квартира, 52-б дом. Хозяева Грещенко. Не было больше никакого ответа, ничего. Чаще всего, чаще всего, вот эти вот письма, которые отсылаются, и ответы, которые присылает администрация ЖКК под управлением Боброва, имеют вот такой вид. Вот два заявления, два ответа, вернее. Два ответа абсолютно одинаковые на разные заявления, составленные госпожой Косиловой. И очень часто в ответах присутствует дезинформация, откровенное игнорирование проблем. Потом нам очень часто говорят, что проделать все работы по городу не хватает бюджета. Скажите, пожалуйста, еще не будучи депутатом, с 2009 года я занималась именно проблемой благоустройства придомовой территории и подавала заявление. Тогда еще была прыжка. Наш дом управляющей компанией, сейчас микрорайон. У нас за эти года три управляющих компаний сменилось. Я не знаю, как они передают документы, но почему-то Бобров заявляет в средствах массовой информации, что заявлений жильцов города и моего микрорайона 11 округа не было. Вот они все заявления. И вот они все ответы. Депутаты стараются работать, депутаты стараются сделать, облегчить участь всех людей. И очень часто именно депутат является единственной инстанцией, которая в чем-то может помочь. И как не стыдно господину Боброву, если вы не уважаете депутатов, если вы не уважаете собственников, то это ваши проблемы. Но вы обязаны выполнять те работы, составлять планы по этим заявлениям. А у вас за пять лет, вы уже девятый год сидите на этом месте, у вас за пять лет нигде не фиксируются вот эти заявления жильцов, которые должны фиксироваться и выполняться. Вы твердите то, что у вас не хватает бюджета. Такими темпами, которыми вы работаете, его никогда не хватит, если вы одну и ту же работу, как по Пионерской улице, выполняете дважды. И вносите сумму из бюджета в одно и то же место, только потому, что когда-то вы неправильно или халатно, или кто вас там подвел, непонятно, но вы дважды вкладываете сумму из бюджета в одно и то же место и игнорируете всех остальных, которые дают вам заявление. Вы их просто не фиксируете. Вы не ведете какой-либо список. Я очень хочу в данный момент вот эти вот документы, заявления жильцов 11 округа отдать в печать по дорогам, по пешеходным дорожкам, по крышам, по подъездам, по благоустройству, по мусору, по всему тому, что у нас накопилось, какие претензии накопились, отдать в редакцию Амурская Заря Алексею Сергеевичу Бурдакову. Как относиться к подобной ситуации, если в прошлом году две трети жалоб органы власти касаются проблем жилищно-коммунального хозяйства? Любой нормальный человек хочет находиться в комфортной среде пребывания с хорошей экологией и безопасностью для себя и своих близких. Для компании Амурск будет отслеживать дальнейшее развитие сложившейся ситуации.